Я хотел вначале объяснить, чтобы положить конец этой спекуляции. Значит, территория Нагорного Карабаха, это исторически у Арцах и Верхний Утих. Вот это сама территория, горная часть. Там армяне проживали с 7 века до нашей эры, 2700 лет назад. Население по левую берегу Куры и так далее, это была так называемая Кавказская Албания или Агланг. Там жил союз 26 различных племен. У них образовалось свое государство. В 387 году их царь был крещён в армянской апостольской церкви. С тех пор эта территория была христианская. 703 года, не 1703, а 1703 года, с 8 века, у них была уния в албанской церкви с армянской церкви. Это были христианские народы. Эта церковь просуществовала до 1836 года. В 1836 году она была преобразована в отдельный католиксат армянской апостольской церкви и непосредственно уже входила в армянскую апостольскую церковь. С 8 века этой территории были завоеваны арабами. В течение нескольких столетий население приняло ислам. Потомки этих людей, это сейчас Лизгины, Цахурцы, Аварцы, Лаки и Удины, еще ряд народов, известных, в общем-то, и в том числе, проживая территория Российской Федерации. Вот так и жили. И армяне жили 2700 лет более чем достаточно, и они тоже жили. А чем это свидетельствует наличие монастырей и храмов на территории, которые сейчас наш уважаемый собеседник называл традиционно азербайджанской? Это свидетельство о том, что там как раз компактно проживали армяне в течение веков. 2700 лет, это, извини меня, время. Поэтому, конечно, взаимодействия между народами этими происходили, тем более царские династии были одни и те же. В Армении были армянские аршакиды, это парфянская династия, а у албанов, агланов, было, значит, соответственно, тоже династия аршакидов, да? Ну, история вот так сложилась, да, вот так вот самая. Поэтому говорить о том, что албанский... А язык албанский и язык древнеармянский одинаковые или разные? Значит, во времена древней Албании говорили на древнеармянском языке, на парфянском языке и потом в среднеперсидском языке, да? А вообще родной язык, если, так можно сказать, это кавказская группа языков. Это те языки, на которых говорят сейчас лесгины, авартии, вот те народы, которые я сейчас сказал, да? Вот. Кстати, Мисроп Маштовс, создатель армянского алфавита, создал алфавиты для албанцев, потому что была единая церковь. Поэтому, ну, спекулируют на эту тему, да? Никто же не говорит... Современные азербайджанцы имеют отношение к этим древним албанцам? Нет, не имеют. Только что тебе собеседник сказал про империю Ох-Кюнлю. Знаете, что это такое? Это туркменское государство. Ох-Кюнлю-Кара-Кюнлю. Два крупнейших туркменских объединений племенных, тюркских. Албаны не были тюркоязычными. Они говорили, я сказал языки древней Албании, я сказал языки современные. Это вот лизгины, лизгинский язык. Он кавказский язык, он не тюркский язык. Слушай, скажи мне, Семен Аркадьевич, как будут дальше развиваться события? Как ты считаешь, будет ли другая власть в Ереване и история Арцаха возьмет большую паузу? И как греки по-прежнему говорят о том, что они вернут Константинополь, так и Арцах теперь веками будет мечтать о возвращении Шуши? Значит, первое, по поводу, конечно, власти в Армении. Этот подонок должен уйти. Вот когда говорят, там мудреные вещи. Да, он не профессионал, он ни в чем не разбирается. Я послушал его речь бредовую, как он говорит, беспилотник, о мобильных отрядах. Это все равно, чтобы я сейчас вдруг начал тебе рассказать о ядерной физике. Понимаете? Понимаешь? Человек не имеет ни малейшего государственного военного опыта управления. Он, конечно, должен уйти. Кстати, в значительной степени, когда говорят, а почему склады, набитые оружием, не шли на Горный Карабах, где бойцы армии обороны Карабаха испытывали огромную нехватку вооружения? Почему ни один из корпусов армянских не вступил в бой? Ведь давайте вещи, говорит Лянков, правильно говорил, был период, когда армия обороны Карабаха вместе с добровольцами, значит, переходила в контрнаступление, у них не хватало людей. И вот армянские 2-3 батальона могли бы закрыть дорогу от Лачи к Шуше, но их там не было, их туда не послали. Потому что почему? Это не только компенсентность. Это, кстати, надо очень внимательно посмотреть. Я не удивлюсь, Володь, ты меня знаешь не первый год, извините за резкость. И, значит, что мои слова окажутся правдой, что речь идет о колоссальной взятке, которую получил лично Пашинян и президент Армении Саркисян. Кстати, президент Армении Саркисян, это очень тесно связанный с Британией человек, являющий, по сути, ихним человеком в Армении. Из каких ресурсов были даны деньги? Я догадываюсь, из каких, но пока торопиться не буду. Это была примитивная взятка. Он продал на Горных Карабах за сомбленную сумму денег, с активным участием, имитирующую некую активность с визитами в Брюссель, что АПНАТО этого деятеля, другого идиота по фамилии Саркисян. Эту вещь продал, понимаешь? Это не просто некомпетентность, некомпетентность связана с высокой коррупцией. Он обязан уйти и стать судом военного трибунала, как и те люди, которые не приняли меры по соответствии помощи армии обороны Карабаха. Ты когда говоришь, что там вот в Армении 5 тысяч, это вот столько, если бы там погибло. А сколько, если считать, полтора тысячи карабахских бойцов погибли из насилия 150 тысяч процентов? 10 процентов. Никто не думал? И кто их восполнять будет? Это особый супернез армянского народа. Он что, исчезнет? Нет. Я тебе скажу, я хорошо издаю историю своего народа, армян, Канагор, на Карабаха. Они будут сопротивляться. Это не так просто, что все, ребята, уходите. Нет. Не будет, как Константинополь. Ну и Константинополь тоже будет возвращен. Это, кстати, вековая мечта не только греков, но и всех христианских народов, населяющих Византийскую империю, в том числе армян. Подожди, это, знаешь, это поражение серьезнейшее. Зачем? Я хочу привести пример о том, что существовал некое серьезное активное участие Британских, Великобритании в этом плане. Помнишь, был такой план Гоббл в 92-м году? Сенатор Гоббл был, американский, который предлагал коридор вот этот создать через Ангизу для перевозки углеводородного сырья. Ты теперь не догадываешься, для чего этот коридор создается? Когда все углеводородное сырье, не только из Азербайджана, но и из Центральной Азии, пойдет по этому коридору напрямую. И когда Пашинян, подонок, начинают рассказывать о Нью и Васильках, в железнодорожном транспорте, я удивляюсь от цинизма, наглости. Этот человек должен быть убран. И когда силовики в Армении, вот столько оружия взяли у Артура Даманциана, я его знаю, не вскрою, да, Артура. Это, кстати, очень человек дружественный нам, он тут учился, он вообще к России относится по-своему, да, по-собому. Вот они там оружие нашли. Слушай, я, ты знаешь, участвовал в стабилизации ситуации во времени гражданской в Таджикистане. Я знаю, что когда такие войны начинаются, оружие расползается так, что дальше некуда. Разные отряды участвуют, поэтому взять это оружие или подбрузить, нет проблемы. Он начинает репрессии. Кто этот деятель, который говорил о демократии, ходил забинтованной рукой, собирал, поэтому он должен уйти. Поэтому, значит, соглашение есть, оно должно, конечно, соблюдаться, но новый должен быть лидер Армении. Кстати, я считаю, что этим лидером вполне может быть выходец из Российской Федерации. Если господин Пашинян умудрялся приглашать американских армян, там одноразово приехали 24, значит, человека, я не против американских армян, не против французских армян. Но армян есть такая качество, в какой стране они живут, они являются патриотом этой страны, да. Почему в России, где самая большая диаспора армянская, чуть ли не 3 миллиона, да, нельзя набрать команду профессионалов? Не из альгархии, я против армянских олигархов, где бы они ни жили, а из тех людей, которые здесь живут и могут, значит, замещать там ряд должностей. Многие из них родились в Армении. В отличие от меня, знают армянский язык. Почему они не могут быть? Они здесь руководят многими структурами, так сказать, в том числе в государственной системе управления. Почему бы их не предложить? Ну, в конце концов, надо что-то делать. И Россия тоже заинтересована закрепление в Армении, да, потому что больше из трех государств России нигде не закрепится. Ты правильно говоришь? Нельзя сочетать сотрудничество со страной НАТО, Турции, и с Россией. Это все бредни. Сивый кобыл, ребят, вы определитесь, пожалуйста, как и нельзя в Армении сочетать дружбу с англосаксами, или за ним кое-какого места, да, из дружбы России. Поэтому эти прозападные действия должны уйти. А Россия должна усилить свое военное присутствие. Давай честно говорить, ведь 5-тысячный гарнизон 102-й базы, это более чем недостаточно. Если бы это пришло в фазу большой войны, то, извини меня, напротив стоит 3-я полевая армия, двухкорпусная, турецкая, численность которой не в развернутом состоянии, 50 тысяч человек, в 10 раз больше. Не говоря о логистике. У России серьезная проблема с логистикой. Кто пропустит российскую армию, значит, мы сейчас видели, что происходило, или грузы для российской армии, через Грузию, никто и никогда. Знаешь, если уже так вопрос будет стоять, горе тем, кто решит не пропустить. Поэтому сейчас, когда о миротворцах пошла речь, Грузия сразу тихо и спокойно выстроилась по струнке и всех пропустила. Ну, она пропускала немножко не так. Давай в прямом эфире я не буду рассказывать, как она пропускала, и ты знаешь. Но пропустила. Миротворцев пропустила. Миротворцев пропустила авиация, да, и так далее. Миротворцы особый случай. Мы сейчас говорим о случаях войны. А если, не дай бог, война, то никто их и спрашивать не будет. А при любой попытке воздействия будут подавлены любые возможные точки неприятности. Я за двумя руками. Ты знаешь мою позицию, да? Но мы четко должны понять, что все-таки есть проблема с логистикой. Логистикой. Поэтому надо увеличивать контингент российских войск на территории Армении. Согласен. Делать две, три базы и так далее, да? Согласен. Как и у нас есть логистические проблемы Сирии, которые Эртоган тоже может использовать. Не надо недооценить это. Шапка закидательства недопустима в этом плане, да? Я, кстати, считаю, что надо и количество марино-розорских сил России увеличить в зоне конфликта Нагорно-Карабахского, да? То есть ты возьми позицию, давай честно, откровенно говори, потому что через когда, три-четыре месяца начнутся проблемы, через полгода, да? Поздно будет говорить. Что, Эртоган не будет стремиться, чтобы его военные были в зоне конфликта? Он уже поговаривает, да, это все. Мы говорим одно, он говорит, да не, это ерунда. Мы все равно там будем в этом конфликте, в парламенте у них там. Уже суета началась по этому вопросу. Вспомни, как в Сирии он работает. Мы с ним договаривались, что он должен быть здесь. Все помню. А потом его отряды, оказывается, про-турецкие, ближе к хмейми, помните? На это я и намекнул. Продолжение следует...